Магомед, непростой матч получился для нашей сборной. Завоеванную одну очко на последнюю минуту, благодаря твоему голу. Как думаешь, почему так сложился поединок сегодняшний? Игра была хорошая, я думаю, мы смогли порадовать болельщиков наших. Но поляки очень серьезная команда. И я думаю, мое мнение, что мы были ближе к победе. Но таков футбол, я думаю, 2-2, тоже неплохой счет для нас. Так что двигаемся дальше. Сейчас у нас уже Эстония, следующая игра. Так что надо эту игру забывать и двигаться дальше. Поляки смогли чем-то удивить? Или вы ждали такой тяжелой игры от обороны на контратак? Не знаю. Я не скажу, что поляки чем-то удивили. Я думаю, забили голы они на наших ошибках. Первый гол свои ворота, второй гол на 45-й минуте. Там обрез и гол. Я думаю, мы играли лучше и у нас было больше моментов. Но я не скажу, что поляки нас чем-то удивили. Но мы ожидали, что будет тяжелая игра, конечно. Вспомни свои ощущения на последних добавлено компенсированное время. Была вера в победу? Была ли вера в то, что сможем вытащить ничью? Нельзя никогда сдаваться. Играть надо до последних минут. В любом случае, я верю, что мы можем переломить игру. И что у нас будут моменты. И в моменте с голом отмечу Бушенкова. И хорошую подачу, которую он сделал в конце матча. Расскажи вообще про свою голову. Почувствовал, что надо оказаться туда побежал? Расскажи. Да, конечно. Я чувствовал, что уже последние минуты, что надо туда бежать. И в принципе, мяч прям мне в голову попал. Ну, отмечу второй раз, что эта подача была очень хороша. Часто забиваешь головой? Ну, где-то, не знаю. Ну, не прям часто. Последний гол головой я забил. Локомотива это в августе вроде было. Ну, и расскажи, болельщиков, у многих интересует твое состояние. Насколько процентов себя чувствуешь? Отошел ли от травмы полностью? Ну, еще некоторые боли у меня присутствуют. Но я думаю, что это мне не сильно мешает. И я думаю, что я буду еще набирать обороты. Что моя форма станет еще лучше.